Всем привет! Днепр на связи, 6 августа, ровно 2 часа ночи. И на улице так тихо, друзья, вообще ветер затих. Последние, наверное, дня 3-4 так постоянный ветерок. А сейчас очень тихо. Ну, друзья, вы знаете, вечер достаточно жесткий. Нас, скажем так, обошло стороной. Но в других областях люди напуганы и взрывы продолжаются. Давайте обо всем по порядку. С чего начнем? Давайте начнем с того, что глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем вечернем обращении рассказал нам о том, что вновь Никополь, считаясь с самого утра до вечера, были атаки. Указал на то, что в Никополе пострадал мужчина, 76 лет, будет лечиться амбулаторно, слава богу, ничего серьезного. В городе поврежден частный дом и сарай. Также наносился удар по Марганецкой и Покровской громаде. Там обошлось без пострадавших. Ну, люди, да, если не война, то люди сами себя доведут, прибьют. Каменской район. Пенсионер поссорился с женой и взял поджог себя. В одном из сел 68-летний мужчина во время ссоры с женой взял канистру с бензином, вылил ее на себя и подпалил. Женщина самостоятельно смогла погасить огонь с помощью воды, но в результате мужчина получил ожоги всего тела 2-го, 3-го класса. Более 80% тела, это теперь у него ожоги, плюс ожоги дыхательных путей. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в больницу Каменского. Что сподвигает людей такое делать, ну, нервы, я не знаю. Скажем так, я и сам в последнее время на каком-то таком пределе вижу, что люди максимально агрессивные все, ну, да, 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 друзья. Ну, что дальше? Дальше было заявление Трампа. Он сказал, что Иран атакует Израиль сегодня ночью. Ну, пока что, пока что не подтверждается информация. А пока Кулёба у нас, тот лопатный Кулёба, ест кочаны в Малави или, возможно, Малави, скорее всего, Малави. Короче, начал турне африканское, рассказывая там в Африке, что Украина поможет, там, будем кормить и все остальное. Видео такое, знаете, тут Кулёба в очках своих, хоть без сигареты, ест кочаны, ходит там, смеется, весело ему. Ну, а в это время, пока он там весело и смеется, у нас, друзья, началась тревога, там, в районе 11. И было сообщение о том, что Искандер в направлении Киевской области. Зачем? Затем в Киеве были взрывы. У меня в это время на вокзале находились знакомые. Должны были выехать чуть раньше, но задержался поезд. Говорят, что было действительно громко. И началось взрывы в Киеве. Затем было сообщение от городской администрации, от Кличко. Он сказал, что была баллистика в сторону пригорода Киева. Сейчас тихо. Только они сделали это сообщение. Вновь были слышны взрывы в Киеве. Затем сообщение, что еще на Киев летит ракета. Вновь взрывы. Кличко сообщил, что в Киеве работает ПВО. Также беспилотники. Типа Шахета Нижегерань-2. Тоже там в сторону Киевской области. Близь лежащих. В общем, было громко. Люди были напуганы. Реально вам говорят, что очень много знакомых написало. Очень громко. Очень страшно. Ну, затем было сообщение, что по предварительной информации ударанных ракетами наносился по броварам. Официальные комментарии все ждали, что как к чему сделал сообщение Кличко. Ну, Кличко он уникально. У меня иногда впечатление, знаете, если всем пишут где-то там в различных фейсбуке и так далее, но специально обученные люди, то Кличко пишет свои сообщения сам. Пишет, предварительно это было сбитие, поэтому было так громко. Ну, молодец. Хороший мальчик. Говорит, находитесь в безопасных местах до отбоя. Затем было сообщение, опять же, от Киевской администрации, что в общем было применено до шести ракет из «Кандер-М» КН-23. Запускались они с Воронежской области. И, в принципе, в российском информпространстве начала появляться информация о том, что, почему, да, вот Киевская область. Говорят, что презентация F-16 в Украине, это происходило, аэродром Васильков в 40 километрах от Киева. То есть, возможно, носили удар туда, да, пытаясь выбить эти F-16, считая, что они там базируются власти киевские, да. Областная военная администрация говорит о том, что баллистика Киева будет долетать. Учитывайте это, будьте осторожны. Сказали, что теперь у России есть еще и какие-то там корейские «Искандеры» КН-23, которые бьют дальше и там что-то еще. Ну, короче, в общем, людей просят быть в Киевской области максимально бдительными, осторожными, потому что такая ситуация. Ну, и затем уже был еще один официальный комментарий от Киевской военной администрации. Сказали, что Россия нанесла удар в направлении Киева баллистическими ракетами типа «Искандер-М» или КН-23. По предварительным данным зафиксировано попадание. То есть указали, что вот около 23.00 нанесен удар в направлении Киева и пригорода. Что еще сказали? Сказали, что в Киеве и в пригороде работали силы ПВО. Зафиксировано. Ну, сказали, вы знаете, они так интересно прокомментировали о том, что вроде как сбили ракеты, а вроде как и прилет. Вот, то есть звучит так, что по предварительным данным зафиксировано поражение вражеских ракет. То есть, типа, все сбили. А затем уже была информация, в ТикТок начали форсить. Ну, я думаю, что СБУ уже с утра наведаются к этим людям. Ну, ничего не учат людей, что не надо там снимать. То есть все, потому что будут у вас проблемы. Там, ну, мониторят соцсети, на вас настучат соседи, на вас настучат, я не знаю, всех что угодно. Найдут. Минимум придется извиняться на камеру. Там максимум что-то будут вас крутить, вертеть и так далее. В общем, бровары. Была атака. Уже в ТикТок есть моменты прилета. При этом уже это видео завирусилось в российском информпространстве. Там указывается, что... Ну, сейчас рассказываю информацию, которая уже в сети. Вот сейчас и меня там начнут писать, зачем ты это рассказываешь. Это информация в общедоступном доступе даже в украинском информпространстве. Российские паблики написали, что мощный взрыв в Броварах, Киевская область, предварительно прилетела по военному предприятию в районе торгового центра Терминал. Вот такие, друзья, дела. Сняли. Ну, сняли местные жители. Это видео разлетелось. Уже вот как бы ни для кого не секрет. Где, что, зачем и почему. То есть получается, что есть прилет. Прокомментировали сразу же эту ситуацию в киевской администрации. Сказали, что теперь благодаря отдельным персонам россияне знают, что не такая уже и продвинутая система ПВО в Киеве. И Искандеры там могут пролетать, залетать и так далее. В общем, сказали, что большое спасибо режиссерам, которые это видео снимали. От всех жителей Киева. Ну и ждите гостей. То, о чем я говорил, что будут этими людьми заниматься. Затем был отбой. И, друзья, к сожалению, сейчас Харьков, начиная с пол первого ночи, взрывы изначально указали на то, что удар был нанесен по циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом. Возник пожар. И вот взрывы были уже в час сорок три тоже в Харькове взрыв. Так что такие, друзья, дела. Взрывы, взрывы, взрывы. Киев, Харьков. Да все, друзья, шо? Шо робот? Терпим, да? На то мы и терпили. Шоб терпеть. Фух. На этом будем завершать. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Берегите своих близких. Будьте бдительны и осторожны. Помните, что Бог любит вас. Фух. Но для того, чтобы выиграть лотерею, все-таки нужно купить лотерейный билетик. Всем пока. Доброй ночи. Надеемся на... Что остальная часть ночи будет тихой. Надеюсь, что бровары Киев. Никто нигде из мирных гражданских людей не погиб. Все живы и здоровы. Всем спасибо еще раз за внимание.